Праздничная сегодня во всех уголках Казахстана с утра во всех регионах и областных центрах проходит культурно-массовые мероприятия. Во многих населенных пунктах открыли новые социальные объекты, а новоселам вручили ключи от жилья. Наши региональные корреспонденты расскажут, как прошли празднования в их городах. В Актюбинской области День Конституции решили отметить массовым новосельем. В селе Батамша 20 семей въехали в благоустроенные квартиры. Дома построили по государственной программе для очередников из социально уязвимых слоев населения. А в областном центре сегодня открыли новый детский сад на 75 мест. Центр дошкольного развития обустроили на первом этаже жилого комплекса в микрорайоне Баттес-2. Сейчас это один из густонаселенных районов города, где проживает очень много молодых семей с маленькими детьми. Поэтому открытие еще одного садика для малышей и их родителей – большая радость. Дошкольное учреждение открыли за счет частных инвестиций. Но дети будут посещать его в рамках госзаказа. Спрос очень большой. Баттс-2. Вы сами знаете, что какой район. Тут нехватка детских садов, мест в детских садах. Поэтому я принимаю деток с двух до шести лет. Сейчас в Актюбе насчитывается больше 500 детских садов и мини-центров. При этом половина из них частные. До конца года свои двери распахнут еще семь дошкольных заведений. К празднику приурочили и открытие спортивных объектов. В Хромтаусском районе ввели в эксплуатацию современный физкультурно-оздоровительный комплекс. На этом у меня вся информация. Передаю слово коллеге из Павлодара. Азамат, какими событиями у вас запомнился праздничный день? Спасибо, Лейла. А в Павлодарском регионе запланировано более 300 акций, которые направлены на укрепление единства и повышение правовой грамотности населения. Основные мероприятия ко Дню Конституции проходят в областном центре. Это благотворительные и сельскохозяйственные ярмарки. Продолжается акция «Дорога в школу», благодаря которой помощь получат около 12 тысяч школьников, в том числе за счет спонсоров. Особое внимание организаторы праздника уделили проведению спортивно-массовых и досуговых акций в городах и районах. Это очень большой праздник, действительно, День Конституции. Это основной закон, в котором прописаны каждого гражданина права, его ответственность, конечно, и даются определенные свободы нам. И его, конечно, нужно всем соблюдать. Если мы будем жить по Конституции, то общество наше будет процветающим, Масштабная концертная программа запланирована здесь, в городском парке культуры и отдыха. Но самое яркое зрелище повладарцев и гостей города ждет на сцене «Ертыс Променад». Поздравят с Днем Конституции собравшихся звезды казахстанской эстрады. У меня на этом все. Передаю слово коллеге из Восточно-Казахстанской области. На центральной площади Усть-Каменогорска, как и в другие праздничные дни, довольно многолюдно. Люди отмечают двойной праздник. День города совпадает с Днем Конституции. Программа дня включает немало интересных мероприятий. Не подвела и погода. Сегодня солнечно и тепло. С утра здесь состоялись сразу три фестиваля. Арбузов, гастрономические и ремесленников. Сейчас здесь повара намерены побить рекорд Гиннеса и приготовить итальянский салат длиною в 100 метров. Для горожан и гостей приготовили сюрприз. Итальянское блюдо с сыром моцарелла казахстанского производства. Над приготовлением салата работали 25 человек. Вечером же ожидается большой концерт и фейерверк. Шуддин, как у вас отмечают праздник? Спасибо вам, Жанара. Вечером у нас в Шемкенте ко Дню Конституции жителям и гостям города представили театральную постановку об истории свода законов казахской степи. Главные законотворцы казахского ханства жили на сцене дворца Туркестан. Также в городе к празднику приурочили и открытие нового студенческого общежития. Современное комфортабельное здание, рассчитанное на 500 мест. В нем будут проживать и знагородние студенты. Отмечу, что сегодня не только в центре мегаполиса, но и во всех районах города были организованы различные мероприятия ко Дню Конституции Республики Казахстан. Шудин Саидов, Лейла Ауэсова, Азамат Айтхалин, Жанар Асылханова, Жбек Жолы.